вы неудачно ты прыгнул и неудачно братец и прыгнул это не просто камень какой-то у пачки а это кто все я понял понял примерный принцип работы с ним драться как всем привет мои дорогие вы на канале джуси гуси меня зовут иваном и сами начинаем новую игру и как вы видите на своих экранах игра брамбл я что-то посмотрел эти скриншоты ролики подумал очень похоже что нет это напоминает напоминала мне это маленькие кошмары первую и вторую часть я расскажу так память о великой игре решил попробовать поиграть может быть что-то похожее может быть это что-то похожее что-то которое передает те же самые ощущения которые я испытал в тот самый раз когда в них играл что начинаем начинаем брамбл идет загрузочка у нас какие-то там звуки не очень хорошие культуры чане и кран пока черными больше ничего пока не наблюдаем он проснулся от кошмара мамина сказка на ночь запугала мальчика ему захотелось прижаться к сестре но ее нигде не было сестра сбежала что ли получается на окне намотана похоже сбежала сестра ой это я уже управляю я уже могу управлять классно так погнали что у нас здесь а я могу так осмотреться у солдатики так сестра старше мы сразу видим что сестра явно выше причем гораздо оли и или линии мор оли или не мор мы слышим отца ну али так и честно так нечестно на носочки то не надо подниматься на носочки то подниматься не надо хорошо опа это сказка которую ему на ночь читали жила была девочка которая не послушалась маму и однажды ночью вылезла в окно и убежала в лес поначалу лес показался ей приветливым и полным приключений но чем дальше тем холоднее и темнее он становился с девочке было страшно она хотела повернуть назад но я руки и ноги опутал терновник она не могла пошевелиться и больше эту девочку никто не видел а его сестра сейчас вы вылезла в окно неужели это неужели это спойлера неужели это такой спойлер вот что бывает если не слушаться маму тебя это особенно касается ли лилем лили мор сказала мать перед тем как поцеловать их на ночь лили мор лили мор оли и и лили мор так спички спички высыпались зачем зачем ты спички рассыпал ну все а где спички то приди а интересно если сейчас еще раз нажатия не внутри был нет спичек нету все спички высыпались свин что я не знаю что написано окей так подожди со свечками мы мне кажется со спичками мы не разобрались до конца мне кажется что если бы мы разобрались до конца с ними бы уже нельзя было взаимодействовать как и солдатиками что-то я здесь не нашел что я не нашел что я не увидел а ладно не нажимаются кнопки не будем мы над этим голову сейчас ломать так здесь они с книгой можно взаимодействовать еще раз ну все тогда на выход двигаем на выход надо искать сестрой так понимаю правильно давай олли погнали нет ни дверь а вон еще что-то можно сделать хорошо какая странная картина здесь висит с девочкой и монстры какие-то вокруг это прям вот в детской да такое стоит повесить теперь можно теперь можем вылезть тоже на улице все оли погнали на спасение сестры его пугала темнота снаружи он так быстро переоделся молодец прям сколько две секунды но еще больше его пугало сидеть в одиночестве без сестры а родителей позвать надо было про детей мирно позвать ну и свечку тоже а свечку затушили хорошо ладно пацан решил разобраться сам посмотрим чему это приведет посмотрим кубра это нас вообще закидит загрузочку какие-то большие ветки не находишь днем лес лес по соседству был ему хорошо знаком и ветки большие но ночью совсем другое дело на story единая может это ракурс такой мне кажется что вот эти как лили мор нигде не было воля пожалел что нельзя спросить у сосновых шишек и видела ли они ее мимо может кажется это же ракурс такой но кажется как будто он такой маленький маленький всего как такое огромное огромное просто кошмар но если шишки знали где девочка они ничего не сказали он можно прыгать ну и все пока только можно прыгать больше остальные кнопки не реагируют остальные кнопки сказали все только прыгать только при джорчиками ты можешь отсюда выбраться по пачке это что человечка шишки сделал я его люди ваш нельзя забрать правильно все это вот я покрутил 1 и 2 ну все погнали дальше и карабкаться мы знаем интересный ракурс кстати он такое типа называется изометрия изометрически единственно будет неудобно когда камера будет переключаться на другой тихо спокойно это просто олень спокойно это не страшно ну а линюк оли олени олень он сам тебе больше боится чем ты его так где здесь проходит может мне надо было карабкаться по бревну да я по сразу не туда пошел прыгаешь не с бревна кстати не прыгай только идет аккуратно в принципе логично в принципе логичный выбор я бы тоже на бревне лучше не прыгал а вот обратно уже не вернется если сейчас перелезет все сейчас будет горка с которую он обратно просто не сможет залезть нам игра сказала что дальше ты можете только вперед никаких возвратов опять эти шишки шишковые игрушки человечки шишек мне кажется они сестрой делали мне кажется они сестрой здесь играют яблоки надкусанные шишка побольше шишка поменьше все отдохнули погнали дальше лестница в лесу а ну и домик все это стоит все нормально и здесь будет безопасно здесь и все сестру будет хорошо мы сейчас я найдем все я больше чем уверен что все птички бомбоник а так окей опять спички повернуть да я в прошлый раз разобрался как это делать а там ключ все ключ выпал мне показали механику просто мне показали механику что спичечных коробков можно что-то доставать а это от этой двери ключ был а может от это нет это не знаю посмотрим мне просто на первом спичечном коробке показывали что можно его вращать и выбрасывать из него я все по все оле спасибо за совет спасибо за подсказку прыгнуть мы это тоже знаем олео на камень такой но это вообще опасно на самом деле выглядит все все опасно у плачки это кто губ опять шишки пока немножечко жутковато самую малость но просто из-за того что мы пока не понимаем что происходит я думаю мы разберемся и все станет гораздо лучше может и не стоило мне сюда прыгать вы пройти дальше явно а сестра все она до 1 вон она в порядке все с ней хорошо все ну прекрасно я что-то переживать уже стал подожди это камень свет во тьме это камень это не сестра символ надежды искра отваги ты зачем стырил то это воли верни обратно где-то ты 10 раздачет я уже забыл как зовут лилит я буду сестру лилит называть мне почему-то это имя первым голову пришло что происходит кто поет то кто зовут не кто-то отчетливо поет ну что какая-то такая затравочка небольшая нет вот не люблю я когда вот так вот камеру врачу вырочат я про это и говорил очень из-за этого неудобно куда-то прицелиться и попасть так но мы явно идем на звук мы явно идем на звук потому что но он стал громче а вот и сестра фух все вот это точно сестра и сестрой все в порядке то есть сестра вышла ночью чисто попеть с горы что это у тебя спросила лилит как красиво блестит лили мор внимательно осмотрела камень какой странный легкий и легкий как перышко а давай поиграем братик предложила лили морд посмотрим попадешь ли ты в эту шишку мне сейчас будут учить кидать это она делает эти шишки так прицелиться лт а вот кинуть попал подкинь обратно пожалуйста как он лежит камешками его забрать на цельсию полю прости родная чуть не подумал давай следующий поставляй не хочу в нее кидать о решил тогда а я думаю мимо будет я думал будет мимо ну давай подкидывай мимо участ мимо прости прости я читаю немножечко мазанул немножечко мазанул давай еще разок опа кто же знал что это так низко кинешь я думаю выше полетит давай кидай нормально а в нее ну на пожалуйста только не беги за ним к обрыву хорошо не надо к не за ним к обрыву бежать ну ладно ладно хорошо все хорошо закончилось я что-то вот на каждом шагу сейчас боюсь чего я боюсь что на каждом шагу произойдет что-то плохое пожалуйста пожалуйста а что чем ждали а чуждо а вот этого она как бы ожидалось до чтобы что-то не очень хорошее вряд ли эта игра была бы про то что они вместе сестрой пойдут играть в светящийся камушек и делать из шишек человечков по-любому еще что-то сестрой случится придется спасать да я так немножко вангую мне мне это кажется ощущаю вот так вместе они все дальше и дальше заходили в старые руины так ну вместе конечно хорошо но только лиле лилинор я не вижу а вот он грибы такие огромные слушай они маленькие получаются они получаются вообще лилипутики маленькие ну чисто ты посмотри какие грибы за мной братик я не дам тебя в обиду сказала ли лимон она никогда не боялась хотел бы оли быть похожим на свою сестру так а я думаю по грибам нужно есть для лимон любила приключения а оли любил лили мор через не лили мор тяжело прицелиться камера все вернеется камера всегда является другого другого ракса показывает тяжело прицеливаться по этим грибочком так светящегося камушку мне кстати больше нету я прицелиться не могу я пробовал сейчас я немножечко попробую чуть не вы здесь так резко это делать ну вот он какая-то колокольня туши же рассвет родители сейчас проснуться начнут переживать куда дети делись шишкам и я же говорил что они какие-то лилипутики они просто видимо вылезли в в миру больших людей о гномик ведь она конечно вообще не пассета просто сразу день сразу за эти мелкие побежала а что тут еще меньше ты посмотри вообще крошки а еще раз вылезет мне не вылезет то есть они оказываются еще не самый маленький в этом лесу зато удобно представляешь яблоко размером с тебя типа одним яблоко можно вообще всю семью накормить что ты все то что ты ну что ты там это с колокольней балуешься взяла сломала а подожди сломал и этот кулаком гноми поют тогда вставай его быстрее туда а нет а все хорошо я думал сколько чтобы надо поднимать понимаешь насколько гному повезло что он не попал попал ровненько под колокола его не раздавило он открыл следующий дверь спасибо мил шапочку тебя огонь кстати я по себе такой тоже хотел подкинешь мне шапочку гномы озорные странные существа о деревне гномов днем они живут мирной жизнью а ночью запираются в своих домах у них ёж в загоне до этого дня к ним за бредалька только те кто хотел их съесть это типа проезжать и же и жижихи спрятался ты посмотрел реально спрятался как настоящий ёжик мы недавно ходили гулять и ёжика видели даже там четверых или троих троих было целую кучу ёжиков они очень все так хорошо чувствовали просто прекрасно бегали никто не трогал надо ежа попросить он точно у него сил точно хватит спрятался так ладно пойдем здесь тоже узнавать может вы мне дверь откроете нет этот звал а да вон вышли ребят ребят подсобите немножечко чуть-чуть давайте навалим толпой откроем дверь а нет еще еще нет не хватает сил типа надо всех собрать а вовсе я рано ушел я рано просто ушел в прятки или ты чё надо уходить надо домой возвращаться в тут прятки разыгрались я думаю с их колпачками их будет легко достаточно найти это кстати с ними нет ну это кстати такой старикан спит ну как бы не до игр его как бы лучше не трогать а то есть нет и первых мне показать мне просто показали типа первые вот тут так вообще в это играть остальные хуже будь добр найди вон еще один так сколько я нашел 4 осталось сейчас право провернем скорее всего туда дальше они не заныкались с правой стороны вот здесь никто к ежику не залезла а так тупик ладно окей хорошо где заныкали здесь еще трое а вон вижу я смысл часов так еще двое еще двое смотрим внимательно смотрим внимательно их в принципе это не тяжело искать это прямо я думаю что вы скорее всего даже уже бить а вот один где-то еще один остался и где-то остался всего лишь один такая менее не то чтобы даже головоломка это скорее просто на внимательность а вот как эти не забить на все вообще мне под носом почти сидел чё откройте теперь мне дверь всей толпой да накинемся давай вот это я понимаю не чтоб сразу так сделать все пакета мелкие спасибо за помощь берегите ежика она уже ушла как-то сеструха вообще так немножко не сильно его ждет да просто чешет дальше а тут еще новенькие ребята смотри вон еще какие-то гоблины так не внутрь зайти а поймать этого мелкого все я понял а загнать его внутрь работаете перешла отлынивать от работы а четверых все все теперь я вижу сейчас я троих этих сразу возьму теку давай погнали ай давай ладно по одному черт с вами на толпу рас раскидываться неудобно быть то есть подожди мы получается а это хоть оплачивается им или нет или они бесплатно там работают так получается то рабство это получается тогда рабство не был не да вроде не уходят ведь открыта дверь открыта давай 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 пошел давай самостоятельно точно по ногам буду стрелять и ты мелкий тоже работ а тому повезло вам кто-то от от это отделался будет нас будет за забором отдыхать все загоняй мелко все закрою работать парни работает давайте дверь закрыта пока дверь закрыта работы производятся зачем это делаем расскажите мне кто-нибудь почему домой мы не возвращаемся лид любит приключения типа да она хочет просто поприключаться мне кажется это может закончить очень плохо все но еще к воде вон вышли ты 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 господи куда-то залезла уже на кувшинке сейчас промажем интересно здесь есть существа обычного размера вы неудачно ты прыгнул и неудачно братец и прыгнул это не просто камень какой-то это жаба еще их королева какая-то или король а вы решили по ней а нормально дружелюбно все и он заделал делал сейчас ему тоже достанется или съешь его черт ну ладно могло закончиться хуже лилит прыгнула купаться дальше отмываться от слизи куда нужно 5 часов как она успела туда у чесать давай ой-ой-ой-ой не подожди подожди оли давай наверх вон она наверху что ли стоит ну ну да явно недовольны этим приключением если бы меня гигантская жаба облизала я тоже будет доволен но лучше пускай бы облизала чем напала на них представляешь что по ней сделали ничего не сделали у них только наверно светящийся камушек летающий есть который особо урона то не наносит который просто кинулся больше ничего там не было я пока еще не совсем понимаю задачи сюжета то есть к это долгая завязка идет это очень долгая завязка долго чё-то нам к чему-то подводит вот есть побежать rb а все а сестре вон вообще плевать все стоит такая был брат и нет брата нормально побегать научились как-то бегает он если честно очень слабо колодец полезем пора бы сладить и в колодец уже чё что да они оба были любопытными но любопытство их вело в разные стороны пока лимур бежала вперед оле мог чем-нибудь увлечься а чё темнеет только шутра было уже вечер еб ты нихера себе и вдруг оказаться в одиночестве а вот опять его лили мор кинула но я понял забежать за светлячком скорее всего что она тогда тоже отвлеклась на это слишком он целый день стоял втыкал в колодец ничего себе тут развлекухи я так не могу мне даже телек нет неинтересно целый день смотреть уфа я думаю уже не допрыгну давай давай беги 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 не на нормально последний момент последний момент он решил обвалиться а вот и лили мор а ты вообще заметила что ну день за прошел целый день ночь уже на дворе упачки а это кто а вот тебе и существа обычного размера ну отпусти сеструха ну ты чё я я как как не с ним бороться почти словил его не знаю я бы в такой ситуации лучше попался хотя бы одну сестрой был понимал где что куда она ну что сейчас неизвестно все она пропала и и украли получается и украла существо обычного размера то есть для них она гигант для меня это скорее всего будет существующего размера течение было сильным али слабым у него не было шансов он не так слаб как вы думаете но скоро шум воды начал стихать его вообще вынесло куда-то непонятно куда и вы щас придется разбираться поле был рад вновь ощущать под ногами твердую землю подожди он спит это сон он почему в рубашке опять ночной ну а он сейчас находится в отключке скажем так он начнется где-нибудь на берегу как бы своей одежде и поймет что сестры нет поймешь что лили мор у него украли давай быстрый постой нам надо видимо добраться до своего бездыханного тела чтобы поместить обратно душу в тело я думаю что это как-то как-то эти таким образом будет все разогрена наверх ну ладно он кстати быстро карабкается если нажимать типа бег все в принципе быстрее делает эту кнопку можно не отпускать просто оставить ее навсегда нажатый а так подожди это же та гора где они начинали сестра это не она ну или 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 это сон или видение или еще что-то надо спасать оля говорит а кто-то так шип шептал страшно вряд ли вряд ли лили мор но подгрузишь к долго загрузку к долго загрузочка я уже даже по отвыкал от таких загрузок давно не играл с серьезными что и зиму а его жаба спасла все я понял его королева жаба спасла слушай родная дай направление куда хотя бы сестру или жабе король не позволил своему новому другу утонуть жабе король это он чисто повезло это чисто шар но без сестры воли чувствовал себя самым одиноким ребенком на свете пора спасать куда мы будем двигать вообще какие какой у нас план действий он просто хотел найти лили мор и вернуться домой я кстати про это говорил что лучше в домой вернулись особенно учитывая что и здесь есть такие великаны для этого ему надо было выяснить куда огромный тролли и утащил особенно если учитывать что в лесу есть огромные тролли то как бы не совсем безопасно там находиться а учитывая что жизненные необходимости в этом не было это просто любопытство тонук лучшим там остаться остались бы дома повтыкали бы в стену вот он может целый день в этот колодец стыкал и нормально себя чувствовал это можно двигать нет нельзя просто текстура а чей-то тут дом разбили были на это реально чей-то дом был причем такой достаточно маленький даже меньше чем гномики это доме гномиков был вот а где все остальные что что-то такое у тебя ключ в руке ты мне ключа даже то что я что-то сделаю я понял так что там а мышка ой ну так уже тут не надо мне на ухо хорошо вот этого всего своего так подожди чуть-чуть ложь а вот теперь тележка сдвинется пожалуйста а ведь про нее можно было подумать что не сдвинется это было бы опасно я бы вообще сейчас долго решение искал эту заказывается она была она была уже перед нами нормально так это игрушка какая-то да слушай игрушка размером с гнома на ключ но они странные гномы эти очень странные а он за мной ну погнали я бы хотел мелко в этого привести к своим типа это же возможно правильно вот так это же те ворота которые мы открывали все вместе ли это другое поселение не хватит сил да они ты смотри как он повырослел до этого такие ворота в пятером или шестером открывали а мелкий домой пошел все нормально я по я понял что это уже были другие ворота но без разницы подсказка будет куда искать минимальные ему надо искать троллей они в принципе огромный то есть его найти но в теории проще чем это что такое его чувак ты кто тролли здесь не видел с мешком не ну ладно напугал подожди ты и пулять стоишь ну я не хотел этого видеть здесь тоже тролль прошла мне надо сюда эти бля это мне еще сюда идти надо жалко ёжика у опять вы ребята чем не сделать что-нибудь плохой не я просто наблюдают а вон гном привязан до прыгать хочу не слышь а здесь нельзя с листью ну ладно а здесь можно капканы стоят слушай колья стоят и вон еще капкан главное не попасться в него твою мать я бра я видел один но не заметил второй как-то слишком жестко это все произошло не находишь но его реально не видно кстати его реально не видно вон один видно второй нет поймать откуда здесь а здесь вообще не пройти все я понял здесь нет дороги надо лезть наверх так оле прости вот надо делать так а вон и гимон и этот год кто-то кто-то гоблин он сказал мне кажется мелкого как приманку используют здесь не просто так стоят эти ловушки а вон вижу были только бы успеть его спасти ну мне кажется что то что я не успею давай 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 оле шевелись немножечко чуть чуть побыстрее пожалуйста но не забывай что здесь есть капканы вот так вот давай 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 спасем мелкая так яма вижу скорее всего вот здесь до ловушка пожалуйста но мы должны были в нее попасть но это олень попал в яму это видимо специалист но это специально охотятся на кого-то так ладно игра немножко пожестче чем я думал реально пожестче я думал здесь все так будет пораду жди немножко но совсем не радужно ой боже да мы сейчас вылезем и стопудово гнома уже там не будет на месте мы не успеем просто он уже шел к нему ну то есть это было на грани это было на грани если бы я добежал может быть я успел бы но я попался в ловушку а подожди куда идем туда а я не понял камеру не понял камера с какой стороны думал типа она с другой стороны стала так здесь быстро бегать нельзя здесь только вот медленно может хотя расстояние хватит чтобы он встал и побежал спокойно даже не напрягаясь мы сейчас увидим что он с гномом сделает не ну типа должно быть страшно на самом деле но это я так понимаю просто кухня какая-то он просто как бы хавать готовит так куда мне сюда а здесь не залезу и понял войне сюда лучше не злазит очень прям по горе это идти на кошмар я слышу это явно явно жестче чем я ожидал так мне не сюда значит сюда не ну тут конечно я я не спорю антисанитария полнейшая мне кажется они хотели чтобы я пришел в ужас от этого от антисанитарии местной а мы сейчас прям перед ним поползем отличная идея отличная поле прекрасно придумано план капкан они сюда я прыгнул на смерть до наглухо и и моя заново ну ладно погнали еще разу так кабанья головой меня уже не удивишь брата мне интересно посмотреть кто что это за существо вообще надо по самому краешку здесь идти здесь надо быстренько просто по самому краешку так разворачивает камеру мне кажется надо вниз слезть я хотел прыгнуть в бок но он прыгнул от стены то есть он в бок прыгать не может а стоя чего я тупил вот сюда же слезть можно на вот эту площадку чем мы и сюда перепрыгнуть пожалуйста нам покажут его во всей красе класс о чем мы будем делать надо уворачиваться да ну хорошо шар о подожди подожди что что с этим лт ай бросок в голову на в глаз все я понял понял примерный принцип работы с ним драться как надо слепить врага ой он быстрее рубит он меня разрубил на две части тупо на 2 так заново да то есть сейчас будет бить кулаком когда он бьет бьет кулаком надо скорее всего подпрыгнуть вот так чтобы меня инерция не типа не кинула он еще и еще и в глаз ему засадить надо в нос вернее я ему в два глаза сейчас дал как он вообще должен может видеть где я не 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 детит ужас это игра да мне нравится я ну явно мои ожидания из ну изменяя другого ожидал совсем кулак он меня просто словил и упала это одно один удар я не пережил ладно справимся справиться давай оле я себя в угол загнул просто просто загнал в угол погнали это было прям ну на краешке лапа а я попал во второй глаз все я понял теперь можно проскочить достижение бутер дефицит за бучер куда я прыгнул вообще я вообще не туда прыгнул то есть мне его даже в нос не надо было кидать него нужно было просто ослепить на два глаза ну в теории как бы верно у меня сейчас не будет видеть и я просто свалю и мне интересно зачем ему сдался такой мелкий пацан в нем мясо даже ну просто это стали что сосиска просто то есть количество мяса здесь сосиски больше мяса чем этом мелком зачем он вообще сдался все выпрыгнули выбрались первый босс пройден знаешь что давай когда этом моменте мы серию закончим следующий серии продолжим спасибо что насмотрел здесь понравилось было интересно ставь лайк комментиру подписывайся всего тебе хорошего лучшего счастлива пока и до свидания